Добрый день, друзья! Итак, сегодня у нас третья часть, посвященная спазмам мышц и как от них избавляться, от этих спазмов. И сегодня мы разбираем уже верхнюю конечность, разбираем руку. Смотрите, на руке достаточно много мышц, и в этом видеоматериале мы будем разбирать именно те мышцы, которые действительно подвержены спастике, над которыми надо работать и которые надо растягивать. Какие-то мышцы я не буду освещать, но по той причине, что именно в этой теме они никак у нас не участвуют. Ну что, давайте приступать именно сегодня к нашей первой теоретической части видеоматериала. Итак, ну, начинаем мы, разумеется, сверху и идем вниз. Сегодня, в сегодняшнем видео мы разберем мышцы плеча. В следующем видео мы будем уже разбирать мышцы предплечья и будем разбирать лучезапясный сустав, кисть и пальцы. Сегодня плечо и локтевой сустав. И начинаем мы с самой верхней дельтовидной мышцы. Дельтовидная мышца, она накрывает наше плечо как эпулет и, соответственно, участвует в основных движениях руки в плечевом суставе. То есть, подъемы руки вперед, отведение руки в сторону, отведение руки назад, вращение руки. Во всем этом процессе принимает участие дельтовидная мышца. Достаточно часто она уходит в спазм, особенно передние пучки дельтовидной мышцы. Вот это порочное положение, приведенная рука, приведенная вперед, она прижатая к туловищу. Также происходит спазмирование передних пучков дельтовидной мышцы. Далее мы возьмем с вами, наверное, по распространенности порочного положения, мы с вами возьмем двуглавую мышцу плеча. Двуглавая мышца плеча у нас также участвует в стабилизации головки плечевой кости. И двуглавая мышца плеча отвечает за сгибание руки в локте. За сгибание руки в локте. И чаще всего вот это порочное положение, то есть в гипертонусе находится двуглавая мышца. Также под двуглавой мышцей плеча находится у нас так называемая плечевая мышца. Плечевая мышца и она также участвует в сгибании руки в локте. У этой мышцы достаточно толстое именно сухожилие. Толстое сухожилие, которое, собственно, как вы можете увидеть, крепится уже на костях предплечья. То есть как бы согнутая рука, прижатая рука предплечья к плечу, соответственно, растягивать вот этот участок, как правило, вызывает достаточно серьезные болевые ощущения. Но анатомия этих двух мышц такова, что они, в принципе, имеют достаточно хороший, развитый, толстый связочный аппарат. То есть вот сухожилия, которыми они крепятся, и двуглавая мышца плеча, и, соответственно, плечевая мышца, они достаточно мощные. И оторвать их при разработке. Ну, крайне сложно. То есть это надо приложить массу усилий, чтобы нанести травму. Поэтому, да, болевые ощущения при разработке спастической сгибательной контрактуры, они неприятные. Они неприятные, достаточно болезненно. Но, в принципе, при разработке прикладывать усилия к разгибанию руки в плече можно достаточно значительно. То есть бояться отрывов не стоит. Бояться отрывов не стоит. Также, если вы внимательно посмотрите, то будет видно, что двуглавая мышца плеча крепится у нас уже над головкой плечевой кости. То есть, смотрите, получается какая парадоксальная, можно сказать, ситуация. Мышца двуглавая и плечевая в тонусе. Мышца постоянно напряжена. Она не расслабляется. Ну, с точки зрения, скажем так, развития мускулатуры, конечно, она по идее должна, так как она всё время в работе, она должна расти. Но, к сожалению, происходит не так. Происходит некий парадокс. То есть, мышца напряжена, но за счёт вот этого спазма, за счёт того, что она постоянно находится в одном и том же положении, в положении сокращения, кровоток там нарушен. Принос питательных веществ в мышце нарушен. И она начинает усыхать. То есть, она начинает атрофироваться, невзирая на то, что она всё время в напряжении. Поэтому, для того, чтобы её тренировать, её всё-таки тренировать, и именно тренировать, увеличивать, утолщать места прикрепления, двуглавые мышцы, верхние места прикрепления, которые, собственно, также участвуют в стабилизации плечевого сустава. Это к разговору про отвисшее плечо. Нам сначала её надо с вами растянуть, разработать, и потом уже начинать её, грубо говоря, вот такими движениями растягивать и сокращать, начинать её тренировать, начинать её именно накачивать. Чтобы движения были контролируемые. Далее, далее. На плече, помимо двуглавой и плечевой мышцы, у нас есть сзади трёхглавая мышца плеча. Эта мышца у нас отвечает за разгибание руки в локте. То есть, вот оно движение, вот это. Это работает трёхглавая мышца плеча. Эта мышца точно так же, если посмотреть при ближайшем рассмотрении, она точно так же стабилизирует и подтягивает головку плечевой кости именно в сустав. То есть, он затягивает в сустав по той причине, что внутренняя головка треуглавой мышцы, она крепится в области лопатки. Если она тренирована, если она в тонусе, то, соответственно, она всю плечевую кость приподнимает вверх. То есть, также убирает вот это отвисание плеча, убирает вот эту страшную щель, которую зачастую люди видят. Когда мы имеем распространённое порочное положение, когда рука согнута в локте, прижата к туловищу, то трёхглавая мышца у нас получается в состоянии максимального растяжения. Максимального растяжения. То есть, если двуглавая и плечевая мышцы у нас, наоборот, в состоянии сокращения, в состоянии спазма, то трёхглавая мышца у нас в состоянии максимального растяжения. Поэтому ей будет очень сложно, ей сложно, в принципе, из этого положения перейти в состояние сокращения. То есть, активно собраться, активно сократиться. Поэтому, смотрите, область плечевой кости, мышцы передней поверхности, мышцы задней поверхности очень важны в плане тренировок. Но также очень часто, очень часто происходят такие ситуации, когда пациенты, скажем так, обманывают сами себя. То есть, они тренируют эти, как им кажется, они тренируют эти мышцы за счёт провоцирования патологического тонуса. То есть, это не столько контролируемое движение, сколько провокация сокращения мышц. То есть, человек весь напрягается, весь сжимается, и за счёт этого патологическая импульсация идёт вот на те мышцы, которые формируют порочное положение, и руку начинает затягивать. То есть, люди говорят, о, я могу сгибать руку в локте. Нет. Сгибать руку в локте может человек тогда, когда он спокойно согнул и спокойно разогнул. То есть, изолировано работают вот эти мышцы. Поэтому растягивать двуглавую мышцу и плечевую мышцу обязательно нужно. Сокращать позиционно трёхглавую мышцу также обязательно нужно. И потом, когда уже, скажем так, пассивно и активно, пассивно эти движения получаются, надо начинать эти мышцы тренировать. И тренировать их изолированно от, скажем так, окружающих мышц. То есть, учиться локально акцентировать внимание на той или иной мышце тем или иным движениям. Ну а сейчас давайте мы с вами разберём те упражнения, которые позволят нам и разработать контрактуру спастическую, и в дальнейшем и растянуть мышцы. И возьмём самые простые упражнения, как лучше тренировать эти движения. Итак, друзья, переходим к упражнениям. Как же нам растянуть мышцы плеча? Ну, соответственно, самое оптимальное – это работать за столом. Что нам потребуется? Нам потребуется короткая палочка. Нам потребуется, ну, соответственно, наша привычная перчаточка, в которой мы фиксируем предметы в поражённой руке. Вставляем палочку. Фиксируем. Всё, палочка никуда у нас не девается. Итак, значит, первое, что нужно поделать. Как правило, как правило, патологическое положение – это рука согнута и ротирована внутрь. Поэтому нам изначально, вставив палочку, надо чуть-чуть руку всё-таки покрутить, поразворачивать наружу. То есть, вот это поделать. Разработали. Ну, чуть-чуть. Всё замечательно. Теперь берёмся за палочку. Руки у нас вместе. Руки вместе. Локти фиксированы на столе. И из этого положения потихонечку, постепенно, начинаем давить здоровой рукой, опуская поражённую конечность, растягивая её в локте. То есть, постепенно, постепенно опустили. Далее мы разворачиваем руку ладонью к себе. Опять же, хват можно брать вот такой. А можно брать хват вот таким образом. То есть, вот так вам будет удобней растягивать руку. То есть, так больше можно приложить усилий. И из этого положения начинаем так же растягивать руку, но уже ладонью вверх. Растянули. То есть, когда вы добились вот этого положения, уже в этом положении можно, нужно прокачать руку уже в динамике. То есть, полноценно посгибать и поразгибать в допустимой амплитуде. Но, но, вот в таком положении, сидя за столом, как правило, до конца руку разогнуть не получается. Что можно сделать? Ну, разумеется, подкладываем, нужна какая-то поверхность повыше. Ну, в данном случае, давайте я просто сяду пониже так, чтобы все плечо у нас лежало на поверхности, на которой мы работаем. И из этого положения мы уже дорастягиваем руку до полного разгибания. Вот таким образом. То есть, полностью разгибаем руку. Помимо всего прочего, также, если нет палочки или нет желания там с палочкой возиться, то часто очень люди пытаются вот хватать, продевать пальцы сквозь пальцы, и вот ломая лучезапясный сустав, сворачивая пальцы, пытаются тянуть руку. Это категорически неправильно, потому что наносится травма как лучезапясному суставу, так и пальцам. Поэтому, если вы хотите разрабатывать руку без помощи палочки, то беритесь за предплечье, за предплечье. То есть, кисть пальца оставляйте свободными. И из этого положения начинаем давить и выпрямлять руку. Вот таким образом. Поворачиваем руку ладонью вверх, также разгибаем полностью руку. Поворачиваем руку ладонью вниз, также разгибаем руку. То есть, когда мы совершаем пронацию-супинацию, то есть, места прикреплений как плечевой, так и двуглавой мышцы, у нас сухожилия чуть-чуть смещаются. И поэтому во всех положениях, то есть, ладонью на себя, ладонью от себя и, скажем так, большим пальцем на себя, руку надо проработать. То есть, разогнуть во всех исходных положениях. Помимо всего прочего, когда вы уже добились полной амплитуды, обязательно с палочкой или без палочки надо в темпе руку прокачать. То есть, посгибать, поразгибать. То есть, задать уже сокращение и растяжение мышц плеча. Мышцы плеча двуглавой, трёхглавой плечевой мышцы. Это надо сделать обязательно. Причём вот эти пассивные повторения, но они выполняются в большом количестве. То есть, где-то в среднем 25-30 повторений. Вот на сгибание, на разгибание нужно обязательно сделать. Смотрите, что ещё, какие ситуации бывают, складываются. Вы начинаете разгибать руку. Это является непривычным положением провокации для спазмированных мышц. И, соответственно, тонус срабатывает и начинает затягивать руку обратно. Патология тянет руку к себе, вы тянете руку от себя. Вот это перетягивание каната ни к чему хорошему обычно не приводит. Либо к травмам, либо людям машут рукой и говорят, «Нет, нет сил, не могу». Значит, в каком режиме надо разрабатывать руку, чтобы останавливать вот это противодействие патологическим тонусам? Смотрите. Поставили руку, начинаем давить. То есть, даём определённые усилия на разгибание. Почувствовали, что раз рука пытается пойти назад. Ваша задача – не усиливать давление на разгибание, потому что в противном случае рука, наоборот, начнёт ещё больше пытаться согнуться. Ваша задача – остановить движение на сгибание. То есть, замереть. Вы давите, рука толкнулась обратно, всё, вы замерли в этом положении. И ждёте, ждёте. Бывает 10 секунд, бывает 20 секунд, бывает 30 секунд, но через какое-то время мышца отпустит, чуть расслабится, и рука пойдёт дальше. Только вот таким образом. То есть, здесь действие на противодействие накладывать не надо. Ваша задача – не дать тонусу совершить обратное движение. Ваша задача – остановить тонус. И тогда дальше рука после остановки чуть-чуть посопротивляется, потом расслабится, и вы разогнёте руку дальше. Значит, после того, когда вы разогнули руку, когда рука прямая, желательно, желательно, всё-таки зафиксировать руку в прямом положении. Для этого можно использовать локтевой тутер. Мы его уже в других видео разбирали. То есть, зафиксировали, рука уже не согнётся. И в таком положении можно находиться до полутора часов. Больше не стоит, потому что всё-таки стягивает достаточно сильно мягкие ткани и ограничивает кровоток. И вот если есть достаточно тяжёлая такая скреп, сложная контрактура спастическая, большой тонус, то вот такие манипуляции надо проводить 2-3 раза в день. И тогда вы достаточно быстро добьётесь растяжения мышц плеча, уменьшится спастический компонент, и рука более свободно будет разгибаться. Значит, какой ещё возможен вариант разработки, также за столом, в том случае, если действительно очень длительная, очень стойкая контрактура и, в принципе, достаточно сильный тонус. То есть, у вас силы здоровой вашей руки не хватает, чтобы разогнуть руку, чтобы её разжать. В этом случае можно использовать, ну, в принципе, любой резиновый амортизатор. Да, достаточно мощную резинку, ну, которую вы можете растянуть руками. И желательно использовать манжету. Некоторые, я видел ситуации, да, когда накручивают резинку на руку, начинают растягивать, резинка перекрывает кровоток, потом вот такая кисть пальца там синяя в виде шара, вот, отёк и повреждение кожи. Не надо. Лучше манжеточку. Манжеточки продаются и в спортивных магазинах, то есть, это не проблема. То есть, вы берёте, одеваете манжету и резиночку натягиваете, соответственно, где-то внизу в противоположном направлении. Желательно, опять же, чтобы вся поверхность плеча, плечевой кости, лежала на, ну, давайте, давайте, наверное, вот так, чтобы видно было, на поверхности стола. И натянутая резинка уже будет постепенно, постепенно оттягивать, разгибать руку в локте. То есть, так, в этом положении можно находиться достаточно долго, то есть, как бы, там, телевизор даже смотреть можно. Сели за стол, руку положили, карабин щёлкнули, защёлкнули, и всё, сидим, телевизор смотрим, а рука потихонечку под воздействием резинки разгибается. Тоже очень неплохой вариант разработки в таком положении локтевого сустава, растяжения двуглавой и плечевой мышцы. Ну, а теперь давайте переходить уже к дельтовидной мышце и пробовать упражнения, которые растягивают именно дельтовидную мышцу, но и также будут упражнения, которые растягивают также и плечевую мышцу, мышцы плеча, двуглавую, плечевую и даже сгибатели предплечья. Итак, разработка области плеча, растяжка дельтовидной мышцы. Тутор прямой локтевой можно использовать достаточно удобно. Рука фиксирована в прямом положении, рука не сгибается, и поэтому не только для растяжек, но и для отработки упражнений, для тренировки дельтовидной мышцы, то есть вот эти все подъёмы, отведения, круговые движения. Все удобно делать в туторе, потому что очень часто при попытке поднять руку вперёд, прихватывает тонус, и рука сгибается в локте. В этом положении при помощи тутора рука, как бы дельтовидная мышца, работает в чистом виде, изолирована, рука как бы прямая. Итак, как мы тянем дельтовидную мышцу? Можно делать, разумеется, в туторе, можно делать без тутора. Мы не будем, как всегда, раздувать огромное количество упражнений, потому что нам нужен эффект. Эффект от получения того результата, которого мы хотим добиться. Поэтому упражнений немного, но их надо делать, скажем так, очень качественно и стараться растягивать мышцу по максимуму, насколько это возможно. Итак, палочка, широкодлинная палочка. И первое – это подъёмы руки вверх, растягивания рук вверх, то есть работа и плечевого сустава в том числе. Далее. Как мы уже говорили в прошлом видео, за счёт здоровой руки, поражённая рука фиксирована на краю палочки, мы отводим руку в сторону, также растягивая дельтовидную мышцу. отводим руку в сторону и вверх, я бы сказал. Вот таким образом. Вот эти движения. Также мы, смотрите, боком покажу, выводим здоровой рукой палочку вперёд. Вот оно, что получается. И надавливая на палочку, отводим руку назад, растягиваем руку в этом положении. То есть делаем вот эти движения. Отведение руки назад очень часто почему-то игнорируется, упускается. И это движение упускать не надо, его надо выполнять. Оно растягивает передние пучки дельтовидной мышцы. То есть все три пучка – передний, средний и задний – должны обязательно работать. Помимо всего прочего, смотрите. Также очень хорошее упражнение, которое позволяет растянуть не только дельтовидную мышцу, но и грудную мышцу, и двуглавую плечевую мышцу. Даже отчасти тянутся сгибатели предплечья. То есть для этого упражнения нам понадобится стенка, ну и, возможно, кто-то из помощников, кто-то просто поддержит, зафиксирует вашу руку на стене. Как это делается? Вы подходите лицом к стене. Рука у нас отведена в сторону, и ладонь лежит на стенке. Ладонь, кулак – непринципиально. Вот такое положение. Вы стоите максимально близко к стене. И что вы делаете? Ваша задача – развернуться в противоположную от руки сторону. То есть повернуться вот таким образом. Вот так. То есть у нас получается, что мы уводим руку далеко назад. В этом положении у нас растягиваются и передние пучки дельтовидной мышцы, и грудная мышца. У нас тянется и двуглавая, и плечевая мышца. И у нас точно так же растягиваются сгибатели предплечья. То есть в этом положении, в крайней точке положили руку, развернулись, и можно постоять какое-то время, потерпеть, потому что, ну, я думаю, что это не очень приятно. Можно из крайней точки поповорачиваться еще больше наружу. То есть максимально растянуть, растянуть все мышцы, которые идут по руке. Итак, друзья, сегодня мы с вами разобрали мышцы плеча. Мышцы плеча свободной верхней конечности. Пробуйте эти упражнения, пишите, если что-то не получается, если возникают какие-то вопросы. Подписывайтесь на мой канал в Рутубе. Также подписывайтесь на Телеграм-канал. Все видео буду, как так, отправлять и туда, и туда. Ну и в следующий раз мы с вами будем разбирать уже мышцы предплечья. Кисть, пальцы. На сегодня это все. Увидимся в следующих видео. Всего доброго и будьте здоровы!